Всем привет, в сегодняшнем видео я расскажу о персонажах за самоцветы и не только, которых я вам советую купить или прокачать практически со старта, если вы новичок, ну или же просто не про этих персонажей. Также в данный момент в России и Беларуси нельзя донатить, но с этим нам поможет искать сел. Здесь ты можешь купить товары по низкой цене, навыки, скины, персонажи, самоцветы и многое другое. Также ты можешь купить аккаунт со всеми плюшками всего за 280 рублей, ссылка в описании. Также заходи на мотискод сервер, там круто и классно. Придем мы к видео после небольшого интро. На хасле у себя на Леона за... Заранее скажу мое мнение и, понятное дело, оно может не совпадать с вашим, поэтому свое мнение пишите, конечно же, в комментариях. Они всегда открыты. Первый персонаж это Алхимик. Я думаю, что этот выбор был достаточно логичен, ведь тут он всего лишь 5000 самоцветов, но эти 5000 самоцветов очень сильно оккупаются, а почему же? Ну, во-первых, у Алхимик хорошие статистики, что есть только у 50% персонажей, у остальных они либо средние, либо даже плохие. Также у него есть первый и второй навык, которые очень сильны в забегах босс-раши. Первый навык может нести 300 урона, если ты сможешь всеми колбами идеально попасть. Да, вряд ли у тебя это получится в буйном режиме, но 100-150 урона ты минимум нанесешь. Также второй навык хорош за счет его заморозки, поджога или отравления, все это вместе суммируется, но, как бы, они не в один тот же момент кидаются, но это ладно. Но первый по мне лучший, третий тоже по мне хороший, но он подходит больше для терпеливых игроков и чаще всего используется только в босс-раше. В обычном забеге мне это, ну, не совсем нравится, ну и он не совсем то, что надо. Его дополнительный перк тоже сильный, это иммунитет к яду, поэтому если у вас есть 5000 самоцветов, или алхимик не прокачан, покупайте или качайте. Следующий персонаж это ассасин, тоже по мне сильный персонаж, тут почти такая же ситуация, как у алхимика, но вот статистики у него слабее. Хотя это не сильный минус, но вот навыки у него шикарные. Первый навык отлично подойдет для обычного забега, тяжелаемость или универсимость. Самый сильный конек многих персонажей. Второй по мне очень слабый, да, я знаю, что будет куча комментариев про него, но мне все равно. Может быть его можно как-то использовать в режиме начала, но я думаю он и там слабый. Ну и третий навык это невидимость, которая отлично работает в постраше, ведь там эта невидимость может спасать от спама так боссов. А их там, поверите, немало. Также дополнительный перк у него средний, можно использовать с ближними оружием или перком на защитное поле при попадании в тебя пуль врагов. То есть это неплохо, впрочем советую его купить, ведь он стоит всего 4000 самоцветов. Ну или прокачайте его, если у вас не полностью вкачанный. Следующий персонаж это маг воздуха. Почему этот персонаж находится именно тут. Во-первых, у него хорошие статистики. Также у него есть хорошие навыки. Правда, первый не очень, по мне. Но второй у него суперский. Полный блок урона и в целом просто хороший навык против огромного количества пуль врагов. У него очень крутая способность, за счет которой можно где-то вывозить это, во-первых. Во-вторых, можно выживать и просто быть неразвимым. Также у него есть, кстати говоря, неплохой дополнительный перк, что тоже огромный плюс. Следующий персонаж это эльф. Да, многие сейчас напишут, священник лучше. Как бы это ни так, ну, во-первых, священник вообще не играется в обычном забеге, а лишь в мультиплеере. Да, кому-то может это и на руку, ведь эльф наоборот в мультиплеере не играется. Из-за своей специфической механики. Максимум в обычном забеге в мультиплеере. Но, а теперь про него самого. У него есть неплохие статистики, есть один очень сильный навык. Это первое. Второе, он может дать полную неязвимость, если встать в правильную позицию и грамотно им играть. Второе, третье навыки у него слабые, но это не проблема перекрываться одним навыком. Дополнительный перк у него специфический, ведь подходит только для класса оружия и луки. Поэтому, в сумме, этот персонаж будет явно лучше, чем священник. И в целом, если вы не согласны, то пишите свое мнение в комментариях. Ну, следующий персонаж, это разбойник. Ну, во-первых, у него статистика не очень, но, в принципе, не сильный минус. Можно перекрыть это навыками. И да, у него первый и третий навык очень сильны. Советую вам, конечно, третий, но если нет доната, то используйте первый. Также у него есть неплохой дополнительный перк, но, мне кажется, он не очень сильно ему пригождается. Ну, и стартовое оружие у него неплохое. И, в целом, скажу вам так, очень хороший персонаж, особенно для стартового. Ну, а на этом наше видео подошло к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!